МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В данный момент мы находимся в начале подъема заболеваемости, в начале этого эпидемического периода. И как он себя повернет в дальнейшем, трудно сказать. За последнюю неделю у нас зарегистрировано где-то 12 заболеваний гриппом у детей. Взрослые заболевают пока реже, но, как правило, гриппом в одиночку не болеют, поэтому семейные очаги, школьные очаги, они, конечно, дадут нам достаточно высокий процент заболеваемости гриппом. В прошлые годы подъем заболеваемости начинался где-то в феврале, в марте, в 2008 году, например, в апреле. А в 2011 году, начиная с 15 января, мы регистрируем повышенную заболеваемость, ОРВИ и грипп, особенно среди учащихся школ города Углича. Как в прошлом, так и в этом году большой процент заболевших зарегистрирован среди подрастающего поколения. В основном рост заболеваемости идет за счет детей в возрасте от 3 до 6 и от 7 до 14 лет. Это школьники и воспитанники детских садов. Грипп укладывает в постель целые классы. Сегодня вынужденные каникулы наступили для учащихся 4 и 8 школ. Рост заболеваемости составил за последнюю неделю где-то 22%. По этиологии регистрируются все виды гриппа, регистрируется донавирусная инфекция, парагриппозная инфекция, риносинтециальная инфекция. В настоящее время преобладающим в структуре заболеваемости гриппом и ОРВИ является именно вирус H1N1, так называемый свиной грипп. Заболевшие есть и среди угличан. Начали поступать очень тяжелые больные, у которых мы подтверждаем выделение вируса свиного гриппа. К сожалению, в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии пациентка в нашем реанимационном отделении. Женщина 53 лет, имеет массу сопутствующей патологии, поздно обратилась в медицинскую помощь. Она была доставлена к нам из Никаузской центральной районной больницы с помощью сотрудников кафедры, с поддержкой реанимационными мероприятиями. До Ярославля ее не смогли довезти, поэтому она проходит лечение в нашей больнице. И несмотря на весь комплекс реанимационных мероприятий, искусственной вентиляции легких, пока стабилизировать состояние ее не удается. В целях профилактики заболевания врачи настоятельно рекомендуют носить марлевые маски, которые помогают защититься от гриппа и ОРВИ. По возможности воздержаться от посещения общественных мест с большим скоплением людей. Родителям заболевших детей рекомендуется не отправлять их в школу, а вызывать врача. Я призываю вас к тому, чтобы вы максимально профилактировали заболевание гриппом, поскольку такой вот трагический опыт лечения пациентов имеется у нас по прошлогодней вспышке. У нас умерли двое угличан в прошлом году от осложнений гриппа. Поэтому легче предотвратить заболевание, чем его лечить, это всем известно. Поэтому ограничьте контакты, поэтому вовремя обращайтесь к врачу и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Потому что свиной грипп, он особо коварен, поражает лиц любого возраста, особенно с сопутствующей патологией в виде ожирения, сахарного диабета и других сопутствующих заболеваний. Поэтому думайте о себе, о своих близких и не допускайте заражения гриппом. Продолжение следует...